Здравствуйте, учащиеся! Меня зовут Крутикова Наталья Сергеевна. Я учитель физической культуры Станционной средней школы Коробловского района. Хочу представить вам серию последовательных уроков по физической культуре по теме спортивные игры. Прежде чем начать разминку, давайте с вами вспомним технику безопасности, которую надо соблюдать при выполнении физических упражнений в доме. Первое – это надо убрать с пола все острые предметы, собрать игрушки, чтобы не наступить на них. Отойти на расстояние от предметов мебели, в которых есть острые углы. Освободить себе пространство, чтобы ничего не мешало вам для выполнения физических упражнений. Встать подальше от телевизора, компьютера, чтобы нечаянно не задеть их. Убрать в сторону провода, чтобы случайно их не зацепить. Молодцы, ребята! Мы вспомнили с вами технику безопасности. А теперь давайте приступим к разминке. Итак, первое упражнение. Исходное положение. Основная стойка руки на поясе, наклону головы вперед-назад, лево-вправо. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Исходное положение. Основная стойка. Правая рука в руку сжата в лап. На счет раз-два. Отведение рук назад. Три-четыре. Смена положения рук. Исходное положение. Принять упражнение. Начать. Раз-два-три-четыре. 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 И раз-два-три-стой. Исходное положение. Узкая стойка. Ноги ввозь. Руки на поясе. Два поворота. Туловище вправо. Два поворота. Туловище влево. Исходное положение. Принять упражнение. Вправо. Начать. Раз-два-три-четыре. 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 И раз-два-три-стой. Исходное положение. Узкое слоя ко ноге врозь руки на поясе. Круговые вращения туловищем. Четыре счета вправо, четыре счета влево. Исходное положение принять. Упражнение вправо. Начинай. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Два, три, четыре. В другую сторону. Два, три, четыре. И раз, два, три, встань. Исходное положение. Основная стойка. Значит раз. Подняли руки вверх. Два. Наклон. Три. Присели. Четыре. Встали. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Встань. Исходное положение. Основная стойка. На счет раз. Присели. Два. Вот ножа. Три. Присели. Четыре. Встали. Упражнение. Вместе. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой. Исходное положение. Основная стойка. Выполняем упражнение прыжки. На счет раз. Прыжком. Широкая. Стойка. Ноги вносим. Клопок сверху. Два. Исходное положение. Три. Прыжком. Широкая стойка. Ноги вносим. Клопок за спиной. Четыре. Исходное положение. Упражнение вместе. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой. А сейчас я хочу вам предложить упражнения, для которых понадобится ровная поверхность или стена. Выполнять эти упражнения лучше на улице, чтобы рядом не было окон, чтобы их не разбили. И каких-то опасных предметов, о которых можно пораниться. Первое упражнение. Выполняем броски мяча о стену. Мяч бросаем двумя руками от груди. Руки у нас образуют ковшик. И вот этот мяч бросаем и к лобу. Так, выполняем упражнение 20 раз. Хорошо. Следующее задание. Немножко усложняем. Выполняем броски одной рукой по стену. И ловим мяч. Хорошо. А теперь поменяли руку. Хорошо. Следующее задание. Бросаем мяч в стену. Мяч должен удариться о пол, и мы его ловим. Хорошо. Так выполняем 10 раз. Следующее упражнение. Выполняем бросок мяча в пол. Мяч должен отскочить об стену и попасть к вам в руки. Его надо поймать. Выполняем эти упражнения 20 раз. Следующее упражнение. Становимся примерно на шаг-полтора от стены. Поднимаем мяч вверх. И выполняем броски мяча по стену. Отводя руки назад и за голову. Стараемся при броске, чтобы у вас работали кисти. Кисти выполняют захлестывающее движение. Выполняем это упражнение 20 раз. Следующее упражнение. Становимся к стену и к спине. Выполняем бросок мяча назад. Успеть надо повернуться, чтобы поймать мяч. Пробуем. Тое же самое и через другое плечо. Молодцы! Выполняем это упражнение по 10 раз на каждую сторону. Следующее упражнение. Берем мяч между ног. Зажимаем его коленями. И выполняем 15 прыжков на месте. Стараемся, чтобы мяч не выпал. Хорошо. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Ставим мяч между стоп. Зажимаем его. Выполняем прыжок. Подбрасываем мяч вверх. И стараемся его поймать. Пробуем вместе. Еще раз. А у вас получается. Для следующих упражнений нам понадобится с вами два мяча. Можно брать два одинаковых мяча. Можно взять мячи разных размеров. Первое упражнение. Подбрасываем мячи вверх. И меняем их местами. Ловим мячи. Выполняем это упражнение 10 раз. А затем выполняем в другую сторону. Выполняем упражнение 10 раз. Следующее упражнение. Одновременно подбрасываем мяч в двух руках. Следим за мячами, чтобы они не упали. Выполняем подбрасывание 15 раз. Следующее задание. Выполняем подбрасывание мяча сначала правой рукой, потом левой рукой. И начали. Следим за тем, чтобы не останавливаться. Мяч должен приземляться на широко расставленные пальцы. На целую ладонь. Мяч должен обхватывать мяч. А теперь предлагаю вам игру, в которую можно поиграть. Просто лапок, накрест, ногу, впереди, сзади, 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 спереди, две свечи, кипичи, палочки, галочки, девочки, мальчики, книга, червячок. Выполняйте все эти упражнения, и у вас будет хорошая координация. Также эту игру можно усложнить, добавляя еще одно упражнение к основным. Как это выглядит? Сейчас я вам покажу. Например, я буду выполнять упражнение кирпичи. Просто хлопок. На, 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 перед, сзади. Играйте в эту игру вместе с друзьями, а также можете играть в нее одни. Субтитры подогнал «Симон»!